Не думал, что прилечу в Канкун в разгар сезона. Сейчас здесь 27-28 градусов днем, доходит до 30. Здесь также сезон по фруктам. Он начинает с конца февраля и идет в марте. Расскажу в этом видео про пляжи, про цены на продукты, в кафе, про экскурсии. И дам в конце свой отзыв про этот курорт. Мы здесь первый раз. Виза в Мексику для россиян не нужна. Требуется электронное приглашение, электронное разрешение, которое нужно оформлять заранее. Но, если у вас есть американская виза, действующая, либо шенген, то приехать в Мексику вы можете без электронного приглашения. Это наш первый день сегодня. Что меня на данный момент удивило? Первое, это песо. Он почему-то у них здесь выделяется как доллар. И когда я первый раз увидел стоимость кофе 59 долларов, я офигел немножко. Но потом понял, что так обозначается песо. Канкун это та же самая Турция, только для американцев. Но понятно, почему люди переплачивают. Ведь море и песок здесь совершенно отличаются от той же Турции. Также интересный момент, что многие вещи здесь американизированы. Разные фастфуды, продукты в магазинах, такие же, как продаются в Калифорнии и Лос-Анджелесе. Розетки американские. Это меня вообще удивило. Я думаю, здесь европейские розетки. Мне, наверное, плохо слышно. Мы сейчас приехали в самую крайнюю точку косы. Здесь такие же волны. Людей вообще практически нет. Волны здесь очень сильные. И они идут вдоль всей косы. Купаться, в принципе, сложно. Можно. Можно ловить волны, но заходить далеко и купаться будет тяжело. Песок на пляже Канкуна довольно мелкий, белый. Не зря этот курорт входит в топ-5 курортов мира. Очень сильные волны. И такие волны здесь практически круглый год. А могут быть такие волны. Здесь их практически нет. Это пляж Караколь. Сегодня вообще для сезона в Канкуне, я бы сказал, штиль. Поэтому, если вы приезжаете с детьми, семейным годом, я советую приезжать сразу на пляж Караколь, а дальше уже читать про другие пляжи. То есть вся коса, которая вдоль, дальше идет по побережью, там огромные волны. Особенно в сезон в Канкуне, когда все едут, туристы в основном. Песок, кстати, здесь такой мелкий, что когда даже заходишь в море, он не смывается с ног. И нужно прям плавать где-то минуты-две, оттирать его, после чего он еле-еле отходит. Если прийти на пляж Караколь и пройти до конца направо, возможно, вас где-то обольет водой, но когда вы дойдете, у вас будут вот такие виды. Вот. И можно будет сделать много красивых кадров. Еще здесь есть пару смотровых площадок, таких маленьких, где приотельных, где нет людей. И вода здесь, конечно, просто какая-то нереальная. Она очень голубая, не знаю, видите вы это на камеру или нет. Но вода такая голубая, как бутылки в магазине, которую хочется просто пить. Теперь я понимаю, почему едут на Карибское море. Так как здесь обалденный просто цвет моря и очень белый песок, мелкий-мелкий. Если в начале Канкуна, в начале косы, огромное количество разных клубов, например, Коко Бонго известно и много других, много торговых центров, то если ехать дальше, все становится реже. Начинаются только одни отели и изредка встречаются торговые центры типа такого. И делать, в принципе, в этой части уже нечем. Разве что вы едете на пляж, где меньше количества народа. Идем в магазин Select Super Chedrao. Рядом с нами, рядом с отелем Ibis, находится еще другой магазин Super Rama. И когда летел в Мексику, я думал, что здесь выборы довольно-таки скудные. Но Америка оказывает огромное влияние, и выборов, разумеется, здесь много. Именно американского, всего вот этого, йогуртов, продуктов разных, мяса, полуфабрикатов, сыров вообще всего подряд. Между ценами разницы большой мы не заметили. В магазине Super Rama и здесь примерно все одинаково. Сейчас поели в кафе, называется Natura. Вышел у нас два вторых. Это паста и кесадили вместе с соком на 1100 рублей. Большая кружка кофе на кокосовом молоке стоит примерно 55-60 песок. Так как с вызовом Uber здесь возникают частые проблемы, приходится либо брать машину в аренду, либо ездить на автобусе. Можно доехать на такси, и стоит примерно 115-120 песо с даунтауна от отеля Ибис, где мы живем, до пляжа Караколь. А можно на автобусе, и стоит он 12 песо за одного человека. Можно дойти пешком, но займет это у вас где-то 2 часа, потому что идти 11 километров. Но если вы решились на это и дошли до конца, напишите в комментариях. А вот так вот выглядит даунтаун. Не совсем туристическая часть Канкуна. Сейчас находимся на экскурсии по местам Майя, и узнал только один факт, что многие, кто приезжает по туру сюда, переплачивают за визу, за разрешение электронное на въезд. Их агентство офлайн офиса заставляет платить, точнее просят платить, говорят, что это платно по 100-120 долларов. Но не ведитесь на это, разрешение полностью бесплатное, вы можете его оформить сами, прочитав информацию в интернете. Приехали в Чеченицу, вот ради вот этой пирамиды наш гид говорит, что она входит в 7 чудес света. Здесь было много-много разных городов, и у каждого города были вот подобные штуки. Такой вот подъем на пирамиду в Кобе, в Коба. Вот так вот выглядит агава, из которой делают текилу. Называется голубая агава. Бывает там 2, 3, 7, 5-летней выдержки. И в зависимости от того, какой она выдержки, получается разная на вкус текила. Летенот и киль, называется один из самых известных. Народу я бы не сказал, что так много. Сейчас 2 часа дня. Сейчас попробую спуститься вниз, и вам покажу. Как итог, Мексика нам понравилась, но это дорогое направление, и скорее всего, оно подходит больше для тех, кто уже был в Азии. Возможно, неоднократно. Был там, может быть, разок в Турции, и ему хочется что-то новое. Вот для тех это идеальное направление, кто готов лететь 12 часов, ради того, чтобы увидеть более синее море и более мелкий песок. Итак, давайте пройдемся по плюсам и минусам, подведем итог, то, что нам понравилось в Канкуне, и не понравилось. Не понравилось, что здесь нет пешеходных переходов, приходится перебегать через дорогу, и это довольно-таки опасно. Второе, что не понравилось, Канкун напоминает деревню, здесь нет каких-то достопримечательностей. Чтобы увидеть, например, сеноты поплавать в них, либо пирамиды Майя, придется довольно-таки долго добираться до них. И последнее, то, что цены. Из-за того, что большой поток американских туристов, цены здесь тоже порядком выше того, что я ожидал. Наверное, за все мои 30 стран, в которых я был, кстати, можете посмотреть в блоге, в каких странах мы были, ссылку я оставлю внизу, это самое голубое море, которое я когда-либо видел в своей жизни. Ну и также, разумеется, здесь куча разных фруктов, они недорогие, это папайя, манго, бананы. И пару слов про развлечение. Я специально себе ставил список, поэтому просто быстренько расскажу. Есть парк развлечений Шкарет, стоимость билета, примерно, 150 долларов. Есть пирамиды Майя, мы взяли экскурсию, чтобы все было быстро, и за один день три истории называются. Туда входят Чечница, Коби, Тулум и купание в Сеноте. И стоимость экскурсии 125 долларов, что я считаю, довольно-таки недорого. И пару слов про самый известный ночной клуб, здесь называется Кока-Бонго. Я офигел от того, сколько туда стоит вход. 100 долларов за человека, я вообще не понял, за что. И зачем туда люди идут? Ну а если вы там были, и вам понравилось, напишите в комментариях. Экскурсии выгоднее всего брать либо на Tripster, либо на Get Your Guide. Обе ссылки оставлю внизу на сервисе. Мы взяли экскурсию именно на Tripster, поэтому смотрите, там куча разных предложений. Сегодня наш последний день в Канкуне. Я бы сказал, даже не последний день, а последние 2 часа. Вчера мы ездили в Чеченицу, в Тулум, Сенот и Киль, город Валидолит. И сегодня мне, в принципе, все понравилось. Единственное, что Тулум немножко бессмысленный, туда, наверное, ехать не стоит, но так как в экскурсии это включено всего лишь на 25-30 минут, то ознакомиться можно. А вот Чеченица и Киль, Коби, это очень круто, нам понравилось. В Коби можно залезть на пирамиду, а в Чеченице просто посмотреть, она там красивее, но залезать нельзя. Рассказывать все это не буду, просто экскурсия понравилась. Ссылки я уже оставил внизу, поэтому смотрите. Мы уже прилетели из Канкуна, разумеется, мы сейчас находимся в Лос-Анджелесе, но я зову вам сказать пару интересных моментов. У нас есть текст про Мексику, большой, который писала наш знакомый автор. Она была там самостоятельной несколько месяцев, поэтому ссылку я прикреплю внизу. И также, я надеюсь, мы успеем написать один текст про Канкун в ближайшее время, и я его также прикреплю внизу по ссылке. Поэтому смотрите и задавайте все вопросы в комментариях. Я постараюсь на них ответить. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, вам оно было полезным. Увидимся с вами в следующих выпусках. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok